В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Я ее ведущий Александр Гурарье. Наконец подписано соглашение, которое положило конец многолетнему конфликту между Турцией и Израилем. Восстанавливаются отношения. Сегодня правительство Израиля ратифицировало это соглашение. Вроде бы все в порядке, мир восстановлен. Хотя, в общем-то, войны тоже не было. Почему это произошло именно сейчас? Этот вопрос я адресую политологу, специалисту по ближневосточному региону из Азербайджана, Эльгару Велизаде. Эльгар, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я думаю, что процесс нормализации отношений, он, в принципе, занял достаточно длительное время. Шли так называемые закрытые договоры, а сейчас были поставлены лишь точки над «и». В принципе, все основные детали были согласованы в предыдущее время, скажем, в предыдущем месяце. Уже в конце прошлого года было понятно, что Израиль и Турция идут на определенные договоренности. И некоторые, скажем, моменты этого соглашения были в полной степени озвучены самими представителями политического руководства Турции и Израиля. Было обсуждение, в частности, в Кнессите. И сегодня мы просто оказались свидетелями подписания этого соглашения и его, скажем так, свидетелем договоренности в полном объеме. Эльгар, я прошу прощения, что вас перебиваю. Меня больше, наших зрителей, интересует ваше мнение по поводу турецкой стороны. Почему они пошли на это соглашение? Почему наши пошли? Мы тут как бы все время об этом говорим. Что подтолкнуло Эрдогана на это соглашение? И, естественно, следующий вопрос. На следующий день он как бы помирился с Путиным. Связано ли это между собой? Связано ли это? Есть своя предыстория, есть свое основание у турецко-российского кейса, есть свое основание. Поэтому здесь мы можем говорить лишь в достаточной степени о совпадении. Но это совпадение не случайно в какой-то мере, поскольку Турция, она заинтересована сегодня, оказавшись один на один с очень серьезными проблемами. В частности, то, что мы сейчас наблюдаем, это активизация террористической активности в Турции, а также серьезные экономические проблемы. Они подвигли турецкое руководство к изменению отношения к существующим темам, проблемам в регионе, в частности, к более активному взаимодействию с Израилем, ну и с Россией также. Что касается Израиля, то давайте посмотрим на историю. То есть последние шесть лет отношения на политическом уровне были практически заморожены. В то же время экономические контакты развивались. Надо отметить, что, несмотря на то, что период до заморозки отношений, до прекращения активно-политических отношений между Израилем и Турцией до 2010 года, товарооборот между двумя странами составлял 3,5 миллиардов долларов, где-то по разному оценку, от 3 до 3,5 миллиардов долларов. А за время вот этой самой, будем так называть, холодной войны между двумя странами, товарооборот вырос и составил где-то уже к началу 2015 года 5,5 миллиардов. Представляете, какая ситуация? То есть в реальности ситуация была совершенно иной. Значит, в Казбусе отношений, что полностью заморожены отношения, но бизнес и интересы развивались. Я думаю, что бизнес и интересы сыграли серьезную роль в деблокировании ситуации. Именно бизнес и интересы Турции, возможно, Израиля подтолкнули к нормализации отношений. Ну, естественно, необходимо отметить также и интерес турецкой стороны за сотрудничество с Израилем в борьбе с терроризмом, террористической активностью, к сожалению, за последние годы это сотрудничество практически прекратилось, или было сведено до минимума, что не шло на пользу ни Турции, ни Израилю. Вот эти интересы, основные интересы, они послужили катализатором в восстановлении отношений. То есть бизнес подтолкнул правительство, с этим вроде понятно. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, то, что сейчас происходит между Турцией и Россией. То есть сначала пресс-секретарь российского президента Владимир Песков заявил о том, что в письме, которое прислал турецкий президент Владимиру Путину, содержались извинения, причем извинения и обещание выплатить компенсацию за самолет. Турки тут же выступили с опровержением и заявили, что никаких извинений там не было, что это нюансы перевода, было сожаление, но не было изменения. Скажите, доводилось ли вам читать более подробно и в турецком варианте то, о чем они говорили? То есть что же на самом деле было, извинения или только сожаления? Вы знаете, сейчас все упирается в интерпретации, в принципе, письма, которые в достаточной степени прозрачно говорят о сожалении, как минимум, турецкой стороны вот этим инцидентом и желании сотрудничать с российской стороной по решению основных конфликтных моментов, которые произошли из-за этого инцидента. Вот есть, вы знаете, желание турецкой стороны сотрудничать, есть желание российской стороны сотрудничать, при этом и та, и другая сторона пытаются сохранить лицо. Вот я думаю, что желание сотрудничать, желание как бы перевернуть эту страницу истории оказалось выше, чем, скажем так, желание сохранить лицо. Да, и сегодня идет интерпретация, каждый из сторон трактует это письмо, его содержание по-своему, при этом суть его, в принципе, не меняется. Суть сводится к тому, что, да, Турция настроена перевернуть эту страницу, удовлетворить основные требования России. Российская сторона соглашается с этим и таким образом соглашается на нормализацию. При этом сегодня состоялся телефонный разговор между двумя лидерами, была достигнута договоренность о личной встрече. Я думаю, что на этой личной встрече все эти нюансы будут окончательно утрясены, и появится какое-то итоговое заявление, скорее всего, на котором будут расставлены все точки над «и». Поэтому вот я думаю, что самое главное – это процесс. Не кажется ли вам, что в данном случае сыграло, как бы, ну, есть такая старая русская пословица, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Дело в том, что Путин позвонил Эрдогану, чтобы выразить соболезнования по поводу страшного террористического акта, который произошел в аэропорту Стамбула. То есть, если бы не было этого террористического акта, то не исключено, что он бы не позвонил бы первым. Ну, естественно, террористический акт, к сожалению, да, значит, стал своего рода детонартом вот этих процессов. Но, с другой стороны, надо сказать, что вот в сложившейся обстановке в сторону искали любой подходящий повод для того, чтобы наладить контакт. То есть, в частности, турецкая сторона или российская сторона предложила турецкой стороне участвовать на встрече ОЧС Организации стран Черноморского сотрудничества. Для этого, значит, даже предполагались прямые переговоры между, значит, соответствующими лицами Министерства иностранных дел России и Турции, да. А в данном случае мы, естественно, да, стали свидетелями того, как терракт, этот ужасающий терракт, он стал причиной ускорения, можно сказать, этого процесса. Ясно. Я благодарю вас. Я напоминаю, что мы беседовали с политологом из Азербайджана, Эльгаром Велизаде. Спасибо вам за этот интересный комментарий. Всего доброго.